Региональные СМИ продолжают обсуждать итоги форума СИЗАМ-2015. На этот раз его главная тема оказалась актуальной как никогда – пиар-власти. По мнению признанных журналистов, новости в стране в последнее время превращаются в откровенную рекламу деятельности чиновников, и это факт. Помимо прочего, форум посвятили еще одной важной теме. Речь шла о туризме. В силе рядовые представители прессы с помощью своих инструментов завлечь субъект туристов. Оказалось, вполне в силе. Наш корреспондент Олег Катанзейский принял в этом непосредственное участие. А еще он узнал имена победителей конкурса СИЗАМ. В год победы Великой Отечественной форум СМИ решили провести в знаменитом в Петербурге Доме радио. Именно из этого здания журналисты военной эпохи передавали самые последние сводки с фронта. А уже сегодня, спустя больше полувека, здесь называют имена лучших журналистов уже современной эпохи. Уже по традиции первым делом участников форума знакомят с возможностями регионов. На этот раз с туристическими. Представители 11 субъектов друг за другом рассказывают о привлекательности своей малой родины. Все привыкли думать, что Ненецкий округ – это что-то далекое и даже загадочное. Но, увы. Очень маленький, компактный город. Все рядом. Кремль. Он называет себя князем Рюриком, основателем Великого Новгорода. Этот человек в необычном костюме представляет здесь одну из древнейших в России областей – Новгородскую. Для более эффектного выступления профессиональный актер даже перед журналистами из образа не выходит. Пришел я, позвали. Гастомысл, другие народы. Приходи, пришел. Братья взял. Трувор, Синеус. Сели, стали править. И дальше, дальше. Киев. И к вам заходил, да. Идти, впрочем, далеко не нужно было. Всего несколько метров и ты уже на Ненецкой земле. Здесь тебе и чумы, сувениры национальные. Даже знаменитая колбаса по Наринмарске. Настоящие. О настоящем севере Людмила Палева знает хорошо. Прокатившись впервые на Ненецких оленях, она написала об этом в газете. Ее буквально завалили звонками и сообщениями. Мы, мол, тоже хотим. Расскажите только где. Не только прокатиться, а вообще посмотреть. Побывать в чеме. Вообще увидеть быт, жизнь. Поговорить с оленеводами. Интересно. Об уникальности нашего региона рассказывали на специальной выставке. Ее посетил полпредпрезидента по северо-западу Владимир Булавин. Ключевые слова в пресс-наречии вице-губернатора Ненецкого округа. Это арктическая рыбалка, природные заповедники, настоящее мясо, бескрайняя тундра, а еще охота. Охота привлекает в большей степени весеннее. Когда гусь идет к нам на север, на свои насиженные места, домой, на родину со всех сторон. И вот самая, наверное, удачная охота. В этом году несколько таких туров было организовано для москвичей. Были питерцы, были с Владимира. Пока одни говорили о туризме, другие обсуждали проблемы СМИ. Пресса в регионах словно в замкнутом круге. В новостях чиновники и отчеты об их работе. Ситуацию нужно срочно менять в другую сторону, считают журналисты. Есть некоторые издания, где сплошное селфи губернаторов. И это превращается, скажем, в пиар губернаторов. Хотя вот сейчас дискуссия в кулорах шла, а слово пиар не носит только отрицательный оттенок. Ведь мы должны рассказывать, в том числе и о том, что делает власть. Да. При этом репортеры, которые не боятся задавать неудобные вопросы и критиковать чиновников, считают, участники форума есть, были и будут. Их резонансные материалы сегодня снова в списке лучших. Например, Анастасия Щербакова не побоялась рассказать о женщине, которая воспитывает 20 детей и до сих пор не имеет собственной квартиры. После репортажа чиновникам пришлось краснеть. Ну, знаете, я честно вам скажу, я не доработала. Это, конечно, хорошая награда, но надо продолжать. Потому что эта женщина, она живет в съемной квартире. Большой, но съемной. И у нее до сих пор нет не то, что своего большого улыбного дома, даже квартиры. Поэтому я обещаю вам, что я буду продолжать работать. Мы будем продолжать работать. Для многих журналистов этот форум – возможность познакомиться с коллегами. Ведь вместе они еще сильнее. Только в этом году благодаря их работе удалось вывести на чистую воду несколько десятков чиновников, которые занимались откровенным беспределом. Лучшая журналистика сегодня в регионах. И я объясню почему. Потому что здесь почти не занимаются копипаст-журналистикой. Здесь честные идут в поле, добывают эти новости, общаются с людьми. Здесь есть настоящий журналистский материал. Нечто, созданное впервые. А вот это принципиально важно. К сожалению, федералы очень часто понакатаны, повторяю. Одним из главных же итогов форума для нас стало создание ассоциации с МИА Арктической зоны. Это предложение прозвучало еще в Наринмаре во время малого форума. Первым делом новая ассоциация объединит всю прессу регионов Северо-Запада, входящих в Арктическую зону страны. Возможно, это позволит решить важную проблему – отсутствие закона об Арктической зоне. Олег Танзийский, Антон Водряков, Андрей Котов. Телеканал «Север» Санкт-Петербург. Александр «Север» Commissioner Анатон «Север»